всем привет сегодня у нас с вами новый видеоролик про макса ващенко и если в его видеороликах нету слова короче то их можно выключать короче а тут они есть ничего не меняется абсолютно вновь и вновь заходя на его канал я вижу одну и ту же физиономию зайду и через полгода через год я буду видеть это типа удивление какое-то непонимание и тупость и что же я буду делать конечно расклеивать наклейки ля какие красавчики ля какой молодой перспективный пожилой человек короче так так у нас с ним ну точнее не с ним а про него новая постанова а я напоминаю для таких людей что постанова это моя рубрика типа обзор который я делаю на определенного человека он не несет цели кого-то оскорбить или разоблачить ну кому что тут разоблачать я после момента с картой телефоном не удивлен ничему вот он абсолютно не вижу смысла в каком-то дальнейшем поиске фактов что это постанова смысла нет это все равно что говорить что фокус это обман зрения по факту так и есть но на деле звучит чё-то не очень так ладно вот захожу я на канал макса вашенко спустя столько время чтобы найти видеоролик на обзор и что я там вижу у него больная сестра и и забрала полиция к ней приставали а еще и и сбила машина то и в принципе она тут много кого сбивает веселая конечно у нее жизнь да и сама девочка достаточно милая она неплохо справляется снимаясь в роликах макса но тем не менее я не вижу смысла обозревать все видеоролики с ней потому что местами они честно говоря кринжовые ну допустим я полностью посмотрел видеоролик где она смертельно больна и что вы думаете она больна то нет конечно держи локон и я это как слышишь мать держи локон я сейчас вот этой рубану чтобы ровно было осуждаю на там весь видеоролик строится на том что у нее жвачка волосах они буквально приезжают к ней домой мол у нее там что-то случилось серьезное а нет жвачка ну щас макс вашенко всех там и одноклассников порешают за такое девочка покапризничала и отстригла себе все волосы ну типа какая-то драма должны переживать за него типа того а мы смотрим типа влог постановочный влог или как это сказать 25 минут полноценного видеоролика я могу описать как жвачка волосах короче небольшой рум-тур сейчас вам проведу прикол в том что я купила всего лишь 95 миллионов сколько это же реально не сравниться с тем домом кто стал полтора миллиарда вот следующий видеоролик уже поинтереснее там макс вместе с кириллом встречаются на какой-то запрошки потому что потому что туда приехал макс потому что тому тут от 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 но тут реально уже с ума сойти можно и на этой запрошке не встречают нашего старого знакомого антона я обожаю как он играет но честно говоря все происходящее похоже на какой-то детский утренний на какой-то тупый квест он их не догоняет хотя должен догонять он кидается фотографиями потому что ну захотелось человеку покидать фотки и этот кринж и в конечном итоге они сюда приехали чтобы свалить приехали чтобы уехать зачем почему с какой целью вот именно смысла нету помогите найти смысл роликах макса дальше они уезжают максу снова звонит сестра ну в этот раз допустим не пустяк какой-то ее знакомый попал в машину и макс такой приехал все это поснимал на него побычевый мужик и все камер камеру и вечно пиками оказалось что она каким-то образом виновата в этом и при этом ей об этом сказал антон которого потом макс встретил подъезде он такой я все знал это она я все подстроил я на этом канале пообещал что не буду материться но в такие моменты делать это сложно смысла нет хочется взять и выкинуть эти видеоролики в мусор вот настолько неплохо сделаны сценаристу явно нужно а то то сделать но я почти полностью уверен что сценаристом является сам макс следующий ролик да да вот их вот так легко их можно пролистывать они настолько ничего не значат какого фига я тут сижу постанову делаю смысл в ней но что самое интересное люди ведь просят люди реально хотят это видеть а я уже не могу я не спорю есть какие-то прям офигенные видеоролики которые мне хочется даже пересмотреть но конкретно здесь кринж и тупой сценарий у меня короче но слава богу в следующей серии все более-менее кардинально меняется это по-прежнему местами кринж но более-менее пойдет сомнительно ну окей по наводке психа он же друг антона они находят его секретную лабораторию там он проводит свои секретные опыты над людьми что может быть в лаборатории конечно снимки с яндекса шприцы какие-то медикаменты и так далее все стрёмное и большую часть видеоролика нам показывают запись антона и я опять-таки обращаю свое внимание на то что играет он классно но в начале ха 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 я доктор злой я такой злой все вы да и начинает испытывать свой новый препарат вирус на людях я конечно не специалист но как по мне какому-то препарату нужно время чтобы разойтись по телу человека или хотя бы попасть в нужное место куда его отправляют но не суть ведь кирилл заражается этой инфекцией потому что потому что я еще молчу то что он свои замечательные ничуть не привлекательные маски где-то на улице с кем-то треса я конечно понимаю там россия и все такое но как по мне подозрительно как бы на него и на макса после этого не донесли но что ж с вами был я по ходу дела кирилл смертельно болен судя по всему всем до встречи всем пока а